Детель Свободные вещатели Это полностью украинская разработка. Ради экономии решили хранить отработанные материалы буквально на заднем дворе. Сделали проект, утвердили в МАГАТЭ. Первый саркофаг наполнили отработанными твеллами в 2001-м, прямо на День независимости. Теперь их здесь десятки. Это называется контейнер-соядка из сухого хранилища отработанного ядерного топлива. Шестиметровый бетонный цилиндр со стельками в полметра толщиной, внутри которого в специально-герметичной корзине хранятся отработанные сборки из реактора. Площадка на Азербайр-КС рассчитана на 308 таких контейнеров и уже заполнено почти на половину. Радиоактивные консервы в бетонных блоках обычно не опасны, но сиевский режим пошел в разнос и уже находится в шаге от ядерного терроризма. Для украинских силовиков Запорожская АЭС удобная цель стоит на подконтрольном нашим силам берегу Днепра, а на другом орудует подразделение ВСУ. От Никополя по прямой 12 километров, от поселка Эльинка около 9. 12 и 20 июля станцию атаковали украинские дроны. 5, 6 и 7 августа стали бить и систем залпового огня. 11 уже из тяжелых 152 миллиметровых орудий. Станция между подконтрольным Украиной берегом Днепра и Запорожской АЭС 5 миль. От Никополя или от Марганца. Если Россия перестанет их обстреливать, что помешает комиссии преодолеть эти 5 миль? Сложно сказать, зачем представитель Украины на Собиде ООН упирал на близость орудий ВСУ, при этом утверждая, что станцию обстреливают российские войска. Счастливо вообще с самого начала заседания вел себя странно и вымещал гнев на микрофоне. Украинские атаки на Запорожскую АЭС поставили в глупое положение их союзников во время заседания в ООН мантру «Россия обстреливает сама себя». Стыдно было повторять даже американцам. Сегодня, правда, мы обошлись без этих абсурдных домослей. Уж слишком они абсурдны, чтобы озвучать из-за взрослых солидных людей, сидящих в этом зоне. Конкретными выводами и предложениями выступала только российская сторона. Вот и глава МАГАТЭ, оказалось, упражнялся в искусстве обходить острые углы. Футал цифры. Я уже подчеркивал, что у обеспечения ядерной безопасности есть семь толпов. Забыл, что на руке не семь пальцев. Рафаэль Гросси сейчас в сложном положении. На Запорожскую АЭС попасть он не против, но по подготовленному России маршруту запретили ехать в ООН. А другой путь преградила Украина. Говорит, сейчас не время. Профессор Мэтью Бан в свое время возглавлял секретное исследование по российским ядерным материалам для американского президента Клинтона. Но и он уверен, что международная группа должна как можно быстрее оценить ситуацию на месте. Я считаю, что мы должны остановить вагенные действия вокруг станции и позволить группе МАГАТЭ попасть на территорию станции. Десятилетия украинского правления не сделали Запорожскую АЭС безопаснее. Так, с 2016-го здесь перешли с Российских Твеллов на американское топливо от Вестинггаус. Компания давно подсаживала страны с советскими станциями на свою углу, но ради их заработка сломали прежнюю систему реакторов. Ну, а не самые настоящие ядерные таланты в этом плане. Топливо оказалось дефектное, от которого и филы, и чеки отказались. Но Украина, это особо у них путь развития. Теперь на Запорожье хранят и американские отходы. Это бомба замедленного действия. А для Украины еще и шанс взять в заложники сразу пол Европы. Если снаряды ВСУ попадут в цель, пострадают территории в районе на часа 30 километров. Заденет и Новую Коковку, и Мелитополь. Кривой Рог и Днепр, правда, тоже попадут в зону поражения. Но зато одним ударом можно отравить огромные территории, которые уже контролируют союзные войска. И те, что вот-вот будут освобождены. Есть и более пессимистичный сценарий, что затронет несколько государств. Ни одна атомная станция в мире не рассчитана на попадание артиллерийских снарядов. Есть свидетельство, что при попадании артиллерийских снарядов калибра больше, чем 150 миллиметров, защитная бетонная оболочка будет или повреждена, или разрушена. Если будет нарушена система охлаждения реактора, то будет, это не теория, это доказано, будет мощный пожар, который может привести к взрыву. Но Киев скорее зацепит свою бывшую территорию ядерным пеплом, чем согласится с их потерей, особенно чувствуя негласную поддержку. Тем же Соединенным Штатам выгодна и демилитаризованная зона, и даже авария на АЭС. Атаки не прекращаются трагических последствий, пока удается избежать АЭС под серьезной защитой российских систем, ВВО. Витер Сынёк, Алексей Егоров, Андрей Козлов, Яна Сидикова. Известия специально для РЕН-ТВ. На этой же неделе небезызвестный помощь... Отличный прием. Всем спасибо. Сравнивая с главным идеологом нацистской Германии Ебетцом, выступает с новым откровением. С войсом украинского мира...